приветствую ребята да 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 это случилось на канале сам g4 вышел вышел стрим который будет посвящен ну как посвящен который будет посвящен занималка времени до выхода фильма под названием puzzle vision и давайте-ка вспомним что произошло во время во время арки с отменным названием когда и до первая суббота та самая суббота который я и снял оригинальное видео а именно третью серию четвертого сезона истории злодеев именно марио тайны марио посвященный ну породина собаку был и да здесь появился он наш главный антагонист сегодняшний арки мистер пазлс который устроил мест местный местные часто и до той час и да не доверил уже просто просочилась и внезапно сообществе появился трей ну как сообщество появилась появился намек на то что выйдет еще и второй второй эпизод до следующую субботу вторую который говорится о том что который будет который нам намекнули на то что это будет что-то будет породина на типичный фильм на типичные мультфильмы диснея так вот там тоже присутствовал мистер пазлс который помог местной принцессе если так можно выразиться роде который сыграл smg3 и да мистер пазлс был в виде фей крестный ну короче он помогу smg3 ну как помог точнее ни хрена не помог но в конце произошло нечто странное внезапно мистер пазлс сказал что похоже произошла ошибка и он перезапустил все что там все что было и это после слов о том что smg3 пожелал что он хочет выбраться из этого кошмара и это после выигрыша против smg4 который стал злодеем в виде ну виде видимо какого-то хрена да смg3 не просто так сказал что он хочет выбраться из кошмара а именно пазл вишн ведь реально на пазл вишн очень пазл вишн очень жестокое обращение со своими актерами и кстати да в тайны марио в серии тайны марио мы тоже смогли заметить нечто странное нет не то что в конце появления мистера пазлса он он коварно улыбнулся а то что в конце песни тиви тайм промелькнули smg4 тари smg3 тари и мэги которые намекали на то что нам но мистер пазлс внезапно ударять себе по голове ну которую он вытащил и все становится так как будто ничего и не было затем и пар затем новые посты в сообществе где говорится о том что что шоу мистер пазлс набрали не хилые такие рейтинги как для начала но для мистера пазлс это было это совершенно не годилось и он выпускает пародию на скоби ду на скоби ду где ты а именно скоби марио где-то логично там где он владелец пиццерии который работал повар который работал повар боб а именно да боб это если что враг из зельды но из зеленого зелда у которого которого озвучивает ботоговорилка и да тут тоже можно увидеть нечто странное например то как smg4 который играет который играет роль фреда рекламирует первый эпизод арки пазл вишен что странно ведь как говорилось никто не должен никто не должен помнить о предыдущих событиях на что намекнул нам сам мистер пазлс во втором в конце второго эпизода после чего мистер пазлс перематывает серию на момент когда smg4 чуть не озвучил это все ну и есть вторая странность а именно то что когда марио и луиджи игравшие роли скоби шаги зашли в кабинет мистера пазлс да им это удалось у нас еще точнее в подсобку то они заметили нечто странное а именно комнату с множеством телевизоров в котором показывают показывались не только воспоминаний не только видео из прошлых из прошлой жизни всех участников банды smg4 ну и видны видео из их новой жизни жизни в стриминговом сервисе под названием пазл вишен после чего мистер пазлс поняв что дела и что дело пахнет жареным из-за того что персонажи зашли туда где не должны быть хватает их и перематывает в тот момент когда 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 марио и луиджи не зашли еще в комнату звука звукозаписи а тут а дверь в эту самую комнату он заколачивает но это еще что да и в посте сообществе нам также намекнули на то что мистер пазлс недоволен рейтингом шоу рейтингом шоу и в шутку выкидывает свой компьютер нафиг но самая странная дичь случается во время событий 4 серии под названием под названием удивитель и да это под названием удивительные удивительные исключительно специфическое игровое игровое шоу мистера пазлса да тут мистер пазлс становится ведущим и проводит игры например например колесо фортуны в нашем виде поле чудес а в один момент он так вообще провел некие призы да в том самом колесе и да 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 происходит происходит моменты в котором мистер пазлс окончательно окончательно прорывает а именно в моменте когда марио просто врывается и портит ему все шоу а точнее все рейтинги да как как выяснилось ну и по самому сообществу ну и по картинам сообщества мистер пазлс хочет получить хочет получить пятизвездочный рейтинг и чтобы ему это сделать чтобы ему был и чтобы он смог это получить он должен он и вся команда должны действовать сценарию но марио но и все остальные ведут себя как я не знаю прям не знаю кто особенно марио как который вообще бесцеремонно стал отвечать с мистером пазлсом один раз так вообще выиграл вы выиграл один раз в адаптации поле чудес ну колеса фортуны он так вообще выиграл ноль долларов да ноль долларов он даже он да ничего не крутил что немного прорвел мистер пазлс и и он сказал что что в ходе не что в ходе что в ходе событий марио побеждает с нулем долларов что не нравится всем зрителям и происходит событий из-за которых из-за которых мистера пазлс окончательно прорывает и тот говорит что кому-то придется вы что у кого-то время вышло марио не понимает в чем дело и мистер пазлс кидает его в клетку и мистер пазлс говорит следующее после того как он это сделал время 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 для нашей финальной игры я думаю настало время для нашей финальной игры в ходе которого мистер пазлс будто намекает на то что ребятам не выжить и он тупо сходит с ума а пока марио находится в потерянно потерянной зоне он натыкается на четвертую стену которую он прорывает что мы можем увидеть на не только в группе не только в сообществе но и вас но и в особом сайте да мистер пазлс создал свой собственный сайт посвященный его стримингу с его стриминговую сервису так вот была изображена картинка где кулак марио пробил целый телевизор на что мистер пазлс был не очень так доволен и до до 4 серии все было нормально только лишь выражение лица мистера пазлс изменялась и переходы на серии но теперь с выходом 4 серии произошла волкханалия похлеще да марио тупо выбил выбил телевизор целый телевизор карл из-за чего да это звездец какой-то и внезапно в четверг без особого предупреждения выходит выходит видео ты должен послушать ты должен это видеть в котором мистер пазлс сообщает что в связи с его рейтингами он выпускает финальный эпизод а именно фильм посвящен а именно фильм под названием puzzle vision ну короче вы сами должны это посмотреть the magic within us all to the adventure the on the wildest dreams there is only one puzzle vision and now ladies and gentlemen put your hands together for мистер пуззлс краси merci merci you all look exceptional great to have me on the show now tell me about my exciting new business venture of course you charming devil you as you've indeed just heard I'm almost ready to expand my episodes globally with a revolutionary new streaming service I've done Музыка НОНЕ OF THEM HAVE HIT A FULL 5-STAR РАДИН, ALTHOUGH THEY OBVIOUSLY SHOULD HAVE. SO, WHAT AM I GONNA DO? THAT'S RIGHT. IN ORDER TO PUSH MY РАДИНС TO 5-STARS, I'M RECOMMENDING A SPECIAL MOVIE IN 72 HOURS. RIGHT HERE! INTRODUCING... PUZZLE MISSION! AND LET ME TELL YOU, ONCE I HIT 5-STARS, NOTHING WILL EVER BE THE SAME AGAIN. GOOD NIGHT, EVERYONE. NO? SOMEONE? ANYONE? PLEASE, LET ME OUT OF HERE! PLEASE, LET ME OUT OF HERE! Ну шо, посмотрели? Продолжим тогда. И кстати, да, извините за график, за графику видоса и за эти вот вертикальные полосы рядом. Сверху вниз. Просто у меня специфика такая. Так вот, и в самом трейлере присутствуют странности. Например, то, что мистер Пазлс вылез из своей же... Например, то, что тело мистера Пазлса вылезло из его же башки. Зашибись. Ну и странное то, что в телевизоре иногда появлялся SMG4 с недопониманием, где он находится. Ну и в одном из моментов также появлялся Марио. Который, как мы помним, по финальной серии Арки Пазл Вишен выбрался из No No Zone. Ну или потерянно-потерянной зоны. Ладно, теперь поговорим о сайте после выхода тизера. Ну, трейлера. Вот он как... Вот как он выглядит сейчас. Да, это звездец какой-то. Теперь вместо того, чтобы мы поставили рейтинг, тут написано. Ты обязательно... Ты обязательно должен послушать. Так же... Дуру от Марио хоть мистер Пазлс и заделал, но... Не полностью, ведь телевизор лагает. И да... Тут представлены... Тут... Да, вот что происходит. Мистер Пазлс теперь улыбается маниакально. Так что нам в СМП... Тут написано вообще непрерывное развлечение. А тут так вообще, я хрен знает. Да, тут вообще звездец происходит. Все четыре видоса то полагают, кроме последнего. Который, по идее, должен быть фильмом Пазл Вишен. И, кстати, да. Если мы нажмем на это, то... Перекинет нас... Эта ссылка... Как раз-таки на стрим... Как раз-таки на тот самый стрим. Ссылка, на который я обыкновил сообщество. А именно... Комин Би Ап Нэкст. А именно... Скоро выйдет. Вот она. Вот он, я вывел из всего прошлого. И да, вы тут можете тоже заметить странности. Например, перевернутая... Перевернутая надпись. Чего? Да, в самом стримчике на протяжении целых трех дней тоже происходили свои странности. В первый день, а именно в четверг, все было нормально. Мариусон с СМГ-4 в Мариус Мистерис все так же гуляли беззаботно. Изображалась охренеть какая красивая рожа с надписью «Сделай одолжение». Поставь... Оцени нас на пять звезд. Кстати, да. Даже тут были странности в виде руки Марио, которая ударяла по телевизору. И да, вы же помните в «Астерн Спагетти». Так вот, это один... Это один из шедевров Мистера Павлуса. Вот он, если что, как выглядит. А вот и как раз-таки... Скуби Марио, where are you? И... Once Opponent СМГ-4. Да. Тут тоже странность в виде какого-то хрена Марио. Ну, ладно, возможно, он тут выполняет роль коня, я хрен знает. Ну, почему-то... Ну, хотя да, Марио выполняет роль коня. Но, почему-то, во всех... Во всех видео, кроме четвертого и последнего... Ну, будущего последнего... Он выглядит как животное. Я хрен знает почему. Возможно, Павлус его настолько ненавидит, что... Настолько его ненавидит, что в первых трёх выпусках он решил над ним поиздеваться. И сделать из него животное. Притом-то, из него он собаку сделал дважды. Но... И... И да, вот так же и... Прекрасное шоу... Вот оно и прекрасное шоу. А именно... Нирия... А именно исключительно игровое... Игровое специфическое шоу Мистера Пазлса. И... Ещё одна надпись... Которая говорит... Специальное событие Мистер... А именно... Мистер Пазлс... Спешл... Спешл и... Спешл и винт из каминга. Что переводится как... Специальное событие Мистера Пазлса... Скоро выйдет. Так вот... Когда наступил... Когда наступила пятница... Произошло нечто странное. В Марио с Мистерсу... Марио вовсе... Вовсе пропала голова. Ну и Бубкинс... Сидящий на унитазе... Улыбается не по-детски. У Мистера Пазлса... В оценке пяти звёзд... Так вообще... Её просто так перекосило рожу. В Скуби Марио... Тут так вообще нечего говорить. Тут просто... Перекосило всё... Всё к хренам. Да... Да... Тёмное освещение всё ещё присутствует... Но лаги... Да... Тёмное освещение всё ещё присутствует... Но лаги никто не отменял. Так же в Вестерн Спагетти. Да... Всё точно так же, правда... Взгляните на... Жителей... Данной местности. Чё с их... Чё с их текстурами? Такое чувство, как будто мы видим... Ходячие... Пропавшие... Ходячие пропавшие текстуры из Грисмода. Да, с учётом на то, что... Весь проект SMG4... Даже Puzzle Vision... Выстроен как раз таки в Грисмоде. В рулетке так вообще звездец начинается. Ру... В местном... В местном... В местном... Польше чудес. Ну... Ру... Колесо Фортуны такое вообще ёпорстое. У Пазлса... Выключен экран. А точнее его башка. И... Колесо крутится... Немного быстрее. И да, на протяжении всего этого фрагмента бегают... Бегают персонажи. Даже те, которые не появлялись в самой арке. Например... Например, Мелани... Например... Мелани или Сайку. Ну... Да, это зашибись какой-то. Ну... А... Вот в этом так вообще... А... В Once Upon an SMG4... Так вообще... SMG3 и Луиджи... Выполняющие роль рыцаря... Так вообще пропадали на несколько секунд. Но... То, что произошло в сегодняшний день... Это уже описать и... Вообще... Как-то... Я вообще не могу. Например... В Mario's Mysteries... Марио и вовсе пропал. SMG3 просто... SMG4... Озадачен. А Мистер Пазлс... Улыбается вне себя. И персонажи... И персонажи, к примеру, Луиджи тоже претерпели деформации. В Western Spaghetti так вообще никого не осталось. О... Марио тут... Со своими перекосившими глазами. Да... В Western Spaghetti практически никого не осталось. Только лишь... Вот это вот... Нет, это... В рекламе оценки пяти звезд... Так вообще... Ёп... Произошла какая-то волкханалия. Тут просто... Бесперерывно написано... Дайте мне пять звезд. И... Название сайта. И периодически вылезала рожа Мистера Пазлса. Который уже яв... Который уже явно находится в безумном темпе. В невероятном специфическом игровом шоу Мистера Пазлса... Так вообще... Ёп... Волкханалия происходит из всех щелей. Мистер Пазлс снова включил свою... Свою голову. Правда, теперь он улыбается... Правда, теперь он улыбается охренеть. С какой широкой улыбкой. А колесо... А колесо Фортуны просто раскручивается... До скорости света. А... Во... Лопано... Ауансапон и Смджифо... Так вообще... Все персонажи пропали. Кроме второстепенных. Да, Смджи... Да, Смджи-3 и Луиджи полностью пропали. Хм... Что немного навораживает... Что немного настораживает. Не забываем, что Мистер Пазлс причастен к... Появлению... Таких злодеев, как... Безумная Смджи-4, но и зловещая клавиатура. К культу коробки. Ну, как... Ну, да... Да... Мар... Даже Марти... Ёпорто... Стал злодеем из-за него. Хотя Марти всего так картонка. Ну и... Что Турен... Урен тоже пострадал от него. Ведь Мистер Пазлс заперло в своем шоу, которое было показано на экране. Да... Вестерн Спагетти. И Мистер Пазлс сделал у Рэна... Да... Главным... Главным в этом... В этой симуляции. Да... Все, что мы видели... Да... Все, что мы видели во всех сериях Пазл Вишен, это не про... Это... Это симуляция. Как в том же Вестерн Спагетти. Ну, а теперь остается ждать 19 часов. И следить дальше. Но пока мы ждем, мы должны будем следить дальше. На этом, ребята, мы и закончим. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосы. Пока.